И мы начинаем, собственно, сам вебинар, который посвящен такому продукту, как Клик-каталог, который появился в портфеле компании Клик достаточно недавно, один год назад, который претерпел некоторые изменения с тем, чтобы бесшовно интегрироваться во всю экосистему продуктов Клика. Но, тем не менее, на данный момент это полностью зрелый продукт, полностью локализованный в части поддержки русского языка, который мы можем смело, с уверенностью, даже с гордостью предлагать нашим клиентам. Коллеги, перед тем, как мы, собственно, перейдем к обсуждению самого каталога, я хотел бы несколько синхронизироваться, а именно показать, для чего этот каталог существует и что такое каталог вообще. Потому что данная тема, она звучит достаточно давно, уже три года назад появились первые ласточки и в Гартнерах и так далее и тому подобное, что для того, чтобы быть data-driving компаниями, обязательным компонентом в экосистеме организаций, необходим этот дата-каталог. Компании присматривались и так далее и тому подобное, но перед тем, как мы все-таки перейдем непосредственно к клик-каталогу, что это вообще за зверь, что это за экосистема, потому что все-таки это несколько отличается от системы хранения данных, да, либо системы визуализации данных. Но перед тем, как мы, собственно, пройдем к каталогу, я хочу рассказать, с историей возникновения баз данных, накопления информации прошел достаточно уже длительный путь, причем этот путь абсолютно непрерывно устремляется вперед. С каждым годом имплементируются различные системы хранения данных, имплементируются различные архитектуры хранения данных. Ну, собственно, вот на экране можно посмотреть ту эволюцию тех архитектур, которые были вплоть до 2015 года. И поверьте мне, вот этот тренд, он и будет идти все дальше и дальше. То есть компании, IT-специалисты, да, специалисты по хранению данных будут стремиться максимально эффективно хранить данные, максимально эффективно их обрабатывать, с тем, чтобы лаг между зарождением данных и их преобразованием, да, их нетрансформацией, которая происходит внутри организации, был минимален. Собственно, в этом и заключается основная ценность вот этих архитектур. Так вот, если, еще раз повторюсь, то, что данный тренд, он будет только ускоряться. Там через 2-3 года мы увидим совершенно новые подходы к построению баз данных. Но что такое дата-каталог и почему настолько важно обратить на него внимание? Еще раз я подчеркну, что для разных компаниях на разном этапе ихнего развития в части работы с информацией, разные компании находятся на разном уровне развития. Но знать о таких продуктах необходимо с тем, чтобы понимать, как формируется вообще слой работы с данными в организации. Для того, чтобы, собственно, перейти и сделать позиционирование семейства, вообще дата-каталогов в разных организациях, ну вот на примере нашей компании, в компании Клик, компания Клик является лидером, на данный момент является лидером в части решений от момента зарождения данных, от их репликации, сбора, формирования, хранилищ, озер данных абсолютно по гибким технологиям, собственно, архитектурам, то, что я вам продемонстрировал далее. С другой стороны, а я больше чем уверен, раз вы проявили интерес именно к Клик-каталогу, то вы знакомы с продуктами Клика, историческими, в которых мы являемся лидерами именно в части бизнес-аналитики. И последние пять лет мы абсолютные лидеры именно в построении BI-экосистем в виде самообслуживания. Так вот, связующим звеном между скоростью попадания информации в организацию, их обогащением и использованием в режиме самообслуживания является вот это ключевое звено в виде каталога данных. Это простым языком, это возможность работы с источниками информации, а источников может быть огромное разнообразие. Те архитектуры, которые будут лежать под этими данными и под источниками, они абсолютно разные и будут меняться в будущем. Но сам каталог позволяет в простой форме для конечного пользователя в режиме самообслуживания работать не только с самой визуализацией, с визуализацией и с бизнес-аналитикой, но и работать в таком же простом режиме с источниками данных. Собственно, основная цель каталога – это снизить, с одной стороны, снизить нагрузку на IT-службы, потому что их прямая задача – это выстраивание и поддержание той архитектуры данных, в которую они наполняют эти данные. А задача каталога – взять на себя всю рутинную работу с тем, чтобы максимально быстро результат работы архитекторов баз данных, дата инженеров, дата сайентистов, возможно, максимально быстро предоставить конечным бизнес-пользователям. И, собственно, те компании, которые заинтересованы, те компании, которые хотят иметь конкурентное преимущество с тем, чтобы максимально быстро получать новые источники информации, с тем, чтобы без возможности обращения к IT-подразделениям получать новые источники информации, связывать их с существующими источниками. И все это делать в управляемой среде – это самая основная задача каталога данных. Клик предлагает данное решение. И самое основное преимущество каталога клика в том, что он бесшовно интегрируется с всеми продуктами в линейке клика. А это означает, опять же, повторюсь, те, кто из мира клика, прекрасно знают, что у клика есть большое преимущество в виде работы с быстрыми QVD-файлами. Так вот, одно из преимуществ клик-каталога – это возможность полностью инвентаризовать ваш QVD-слой с тем, чтобы даже без построения хранилища вы могли эффективно работать не только с QVD-слоем, но и с той бизнес-мета-информацией, которая заложена в этот QVD-слой. Мы обязательно пройдемся по демонстрации данного решения. Но с тем, чтобы, собственно, перейти к разговору о каталоге, я немножко еще расскажу именно в части бизнес-ценности данного решения. А ценность заключается в следующем. На самом деле, основная задача, которую решает каталог, те компании, которые уже перешли на уровень режима самообслуживания, они тем или иным способом пытаются решить задачу с тем, чтобы руководитель, тот, который получает аналитику, и бизнес-аналитик, который готовит эту аналитику, максимально быстро и эффективно использовали те источники, те витрины, которые находятся в контуре организации. С тем, чтобы вот этот бесконечный цикл запросов к IT-специалистам для получения новой информации, либо для... Коллеги. Спасибо. Да, спасибо, коллеги. Продолжайся. Ага, спасибо. Собственно, с одной стороны, вот этот цикл, бесконечный цикл обращения к IT-специалистам, с одной стороны, он решается, да, гибким, эффективным биоинструментом до поры до времени, то есть, да, действительно, BI-инструмент, да, BI-экосистема, а я говорю, например, о кликсенсе, который наиболее эффективно решает эту задачу, позволяет сократить вот этот цикл, когда аналитик работает с визуализацией в режиме самообслуживания и с какими-то источниками, которые он может интегрировать там в единый контур. Но, как показывает практика, даже те компании, которые перешли на уровень самообслуживания, со временем сталкиваются с тем, что заново начинает возникать вот этот так называемый цикл задержки в получении данных за счет того, что количество данных, количество источников, онлайн-источников, внутренних источников генерируется все быстрее и быстрее, и даже современная BI-экосистема не способна держать весь этот слой источников внутри себя. Собственно, именно для этого и был придуман такой стэк программных продуктов, как дата-каталоги. Причем мы будем сегодня делать обзор различных дата-каталогов, и их отличие от нашего каталога, множество компаний имеют эти каталоги, но основная их цель, собственно, обеспечить IT-подразделения, IT-службы, администраторов баз данных, дата-инженеров инструментами автоматизации дистрибьюции источников в их BI-экосистемы, не только в BI-экосистемы, но и те системы, которые требуют актуальных данных, с одной стороны. С другой стороны, это управляемость, масштабируемость и безопасность этих источников. О чем я говорю? О том, что разные категории пользователей должны видеть разную информацию. Где-то она должна маскироваться, где-то она должна обфусцироваться, где-то какие-то позиции должны скрываться, и все это зависит от той ролевой модели, которую вы, возможно, уже начали имплементировать в своих BI-решениях. Так вот, дата-каталоги позволяют это делать централизованно в едином интерфейсе на уровне организации в целом. Это дает большое преимущество, синергетическое преимущество внутри организации, так как все источники управляются целенаправленно и в едином интерфейсе. Собственно, а с другой стороны, бизнес-пользователи, которые получают максимально быстрый доступ к новым источникам, но самое ценное, они получают не голую информацию с названием полей, с названием источников и так далее и там подобное. Но самое главное, дата-каталог, и в этом его самая главная ценность, позволяет объединить техническую мета-информацию абсолютно из различных источников с той бизнес-информацией, по-современному это называется домены данных, которые работают внутри организации. А за счет разделения технической мета-информации и бизнес-мета-информации, вы очень эффективно можете строить логическую модель, логическую модель своей витрины данных на основе именно бизнес-терминов, бизнес-областей применения тех или иных данных. Вот, собственно, основная задача семейства каталогов. И мы переходим непосредственно к нашему каталогу. Я буду... Вы, пожалуйста, готовьте вопросы, потому что я сегодня готов полностью ответить на вопросы, связанные с каталогом. Но сегодня я расскажу о нашем решении, о нашем клик-каталоге, который позволяет бесшовно интегрировать абсолютно любые источники в вашей организации, будь то QVD-слой, будь то реляционные и нереляционные источники, обогатить их бизнес-информацией, обогатить их информацией о владельцах, о потребителях этой информации, разграничить доступ к этим источникам. А самое главное – предоставить конечным пользователям инструмент, так называемый self-service data preparation, то есть тогда, когда вне зависимости от источника, из того источника, откуда пришли эти данные, конечный пользователь в режиме самообслуживания через дизайнер данных может формировать так называемые data pipelines, то есть потоки данных, которые формируют конечные витрины, которые ему необходимы здесь, в данный текущий момент. Но самое главное – те витрины, которые сформированы различными аналитиками, остаются в едином информационном пространстве компании. И они не теряются где-то на коленочном решении, или в песочнице BI-экосистемы, когда какой-либо аналитик пытается сформировать новый инсайт, новое представление тех данных в той бизнес-области, которую он применяет. Но самое главное – тиражировать этот источник с обогащенными данными среди других подразделений. Собственно, наш дата-каталог – это такая же умная система, которая позволяет расшаривать источники, обогащенные источники между различными подразделениями. И все это дело управлять, и всем этим делом управлять централизованно, собственно говоря, из коробки. Ну, тогда, собственно, перейдем прямо по пунктам, из чего состоит наш дата-каталог. Дата-каталог – это современное микросервисное приложение. Приложение построено на микросервисной архитектуре, которое построено по принципу IP-first. Вот вы, может быть, знаете то, что Кликсенс, если вы используете Кликсенс в своей организации, обладает достаточно гибким и эффективным открытым интерфейсом взаимодействия с различными системами. Так вот, дата-каталог точно таким же образом позволяет интегрировать источники, которые внедряются в этот каталог среди абсолютно различных ваших систем. И более того, передавать эти источники не только в ваши BI-системы, но и во все ваши операционные, CRM, абсолютно любые интеграционные шины, которые необходимы для быстрого поддержания операционных процессов. Но начнем с того, что все-таки дата-каталог, основное его, основное предназначение это предоставлять актуальные источники с метриками, с метриками, принятыми внутри организации для конечного пользователя. Собственно, поэтому первый слайд называется умный каталог. О чем идет речь? Речь идет о том, что все мои данные, все мои источники, а я повторюсь, вне зависимости от того, откуда пришли ваши источники. Мой дата-каталог использует представление в виде карточек. При этом слой, то есть источник, из которого они сформировались, для меня не принципиален. Собственно, это задача дата-архитектора, дата-инженера или администратора баз данных построить там определенную архитектуру, чтобы эти источники, эти данные обновлялись быстро. Задача каталога объединить все эти источники в одном едином доступном месте с тем, чтобы я, как конечный пользователь, видел, заходя в свой дашборд, те источники, которые мне доступны по моей ролевой модели, что на текущий момент они имеют определенные характеристики, связанные с их качеством, что у меня, например, испорченных записей не увеличилось, или они отсутствуют, с тем, чтобы информировать меня о том, что данные актуальны, с тем, чтобы информировать меня о том, что то или иное подразделение добавило в эти источники новую информацию, либо на основе существующих источников сформированы новые витрины, с тем, чтобы постоянно не обращаться к своим BI-коллегам, с тем, чтобы они нашли либо новый источник, либо интегрировали сюда, в том же самом виде в режиме самообслуживания все мои источники в простом виде представлены в виде карточек. Это, собственно, самый главный основной интерфейс, который видит конечный бизнес пользователей. И вот, например, плюс пользователей BI-платформы Кликсенс заключается в том, что пользователю Кликсенс нет необходимости заходить в интерфейс именно дата-каталога, потому что интерфейс дата-каталога встроен в сам Кликсенс, через который я могу, собственно, выбирать свои источники, свои бакеты для того, чтобы формировать из них целевую модель. Это первое предназначение показать все источники, которые существуют в организации, применить к ним бизнес-правила, применить к ним правила безопасности, с тем, чтобы я, не обращаясь к своим IT-специалистам на протяжении длительного периода времени, мог работать с этими источниками независимо от своих подразделений. Да, действительно, для меня будет звоночком, если я, например, в своей карточке увижу, что либо качество данных ухудшается, а как бывает часто, что нам наши IT-специалисты подготовят источник, подготовят витрину, в операционной системе добавляются новые поля, новые словари и так далее. Конечное бизнес-подразделение не имеет инструментов для отслеживания качества этих данных, но как не имеет инструменты, имеют инструменты коленочные, с тем, чтобы делать кросс-проверку и так далее и тому подобное. Так вот, дата-каталог позволяет конечному пользователю настраивать метрики, по которым он будет максимально быстро и эффективно отслеживать качество, актуальность, популярность и множество других параметров, связанных с этими источниками. Это, собственно, первая часть, которую закрывает дата-каталог. Вторая часть, это, собственно, так называемый магазин данных. Под магазином данных мы подразумеваем то, что любой источник, который появляется в дата-каталоге, может быть использован не только в BI-системе, причем под BI-системой, потому что в любом случае в разных организациях может быть различное количество BI-систем, но более того, ведь данные источники могут использоваться не только в BI-системе, а, например, мне необходимо данные источники централизованно пробрасывать в другие системы, с тем, чтобы все-таки основным каталогом был мой единый каталог внутри организации. Так вот, магазин данных означает то, что вне зависимости от природы формирования этого источника я мог либо программным образом, либо в режиме интерфейса добавлять новые вкладочки с тем, чтобы либо публиковать в моей BI-системе. Вот в данном случае публикация доступна в ClickSense, но мне абсолютно ничто не мешает добавить сюда кнопочку публикацию в любую систему, которая находится внутри организации. Потому как основной смысл каталога именно централизация и инвентаризация всех ваших источников в едином месте. С тем, чтобы у коллег из различных подразделений не было постоянного вопроса коллеги, а есть ли в нашем контуре информация, относящаяся к определенной бизнес-области, либо к определенному бизнес-домену. Собственно, с магазином данных связан и другой параметр. Это гибкость поиска. Вот мы дальше перейдем к демонстрации. Я покажу, как с помощью меток, с помощью описательной модели, применяемой к источникам данных, можно очень эффективно делать навигацию между своими источниками. И по ключевым словам, очень быстро находить все те вхождения, которые есть в том или ином виде. То есть, очень быстро фильтровать по различным параметрам те источники, которые либо появились, либо обновились, которые находятся внутри моего единого каталога. Следующая часть, относящаяся к каталогу, это подготовка данных в режиме самообслуживания. На самом деле, данная позиция, она в большинстве наших конкурентов, данная возможность отсутствует, потому как мы все-таки позиционируем свой продукт как инструмент для подготовки данных в режиме самообслуживания вне зависимости от источника формирования этой витрины. О чем я говорю? Допустим, часть данных у вас приходит в QVD слой. Часть данных исторически у вас хранилась в QVD слое. Часть данных добавили через веб-сервисы. Часть данных вы добавили через ваши витрины данных. Так вот, я как бизнес-аналитик не обращаю внимания, откуда пришла данная информация, так как это задача IT-служб поддерживать определенный SLA по наполнению этого каталога. У меня есть возможность без обращения к моим IT-специалистам из существующих моделей в режиме самообслуживания, в режиме графического интерфейса использовать, ну, например, таблицу фактов, которая пришла из неструктурированного источника, или там из MPP-базы, которая максимально быстро обновляется, обогатить источником, который находится у вас в QED-слое, добавить табличку, которая находится, например, в реляционном слое, и в итоге сформировать свой конечный датасет, то есть, понимаете, не спускаться на уровень конструктора, то есть, программирования внутри скрипта, например, кликсенса, а централизованно подготовить свою витринку из различных источников, опубликовать ее, настроить бизнес, правила, обогатить ее бизнес информацией, к какому домену данных относится данная витрина, кто за нее отвечает, из каких источников берется, по каким параметрам формируются категории качеств, относящихся к тому или другому подразделению, и настроить этот датасет с тем, чтобы он у меня в автоматическом режиме появлялся в моем каталоге, либо только для меня, либо если этот датасет зафиксирован в ролевой модели внутри подразделения, с тем, чтобы я мог делиться этим датасетом для других подразделений, с тем, чтобы они могли его переиспользовать, возможно, дообогатить и улучшить сам источник. Данный подход вам понятен тем компаниям, которые уже работают с BI-экосистемой кликсенс, у которых настроена гибкая ролевая модель в режиме самообслуживания, там, где у вас различные коллеги из различных подразделений, могут достаточно эффективно переиспользовать не только аналитику, не только показатели, но и делиться этими показателями для других подразделений. Это, собственно, позиция, которая, это функция, которая связана с подготовкой данных в режиме самообслуживания. Это, на самом деле, очень привлекательная возможность, потому что многие компании, это вот из практического опыта, сталкиваются с тем, что недоступен инструмент именно простой визуальной трансформации данных из тех источников, которые существуют. А связано это, на самом деле, с тем, что, да, мы прекрасно знаем, что существует информатика, таллинт, пентаха, огромное количество ETL инструментов, но уровень входа в них достаточно высок с одной стороны, несмотря на то, что там точно так же представлен графический интерфейс, но там очень много возникает специфики, именно связанные с природой источника. К структурированным данным применяются одни методы трансформации, к не структурированным применяются другие методы трансформации. Собственно, это, на самом деле, будет следующий вебинар, почему появилось такое поколение сейчас продуктов, не Extract Transform Load, не тогда, когда мы преобразуем данные в сторонном компоненте, а когда мы используем прямую репликацию. Собственно, в пакете продуктов компании Click существует тоже очень эффективный инструмент репликации, репликации в режиме реального времени, который, кроме того, интегрируется напрямую с нашим датакаталогом, и вы можете свой IQVD-слой и любой другой источник трансформировать в режиме, обновлять и трансформировать в режиме реального времени. Точно так же он доступен в режиме конструктора. Вот данный компонент будет называться Change Data Capture. Вот он. Мой компонент, который позволяет мне подключить к моему источнику репликацию в режиме реального времени. На самом деле то, что скрыто под капотом клик-каталога, там настолько огромное количество кейсов и возможностей за счет открытого API. И я даже буду больше об этом рассказывать, почему многие компании, выбрав, ну не многие компании, есть несколько кейсов, когда компании, используя каталоги сторонних вендоров, в частности, например, IBM, все равно используют клик-каталог, в который они просто ту техническую мета-информацию из предыдущего каталога объединяют с нашим дата-каталогом, так как наш дата-каталог в итоге напрямую выходит на бизнес-пользователя. Минус остальных дата-каталогов других вендоров заключается в том, что да, действительно, они позволяют сделать инвентаризацию и сделать так называемый дата-лайнич, то есть показать, откуда приходят данные и возможно обогатить их мета-информацией. Представить их в доступной логической модели для конечного пользователя, вот в этом они страдают. А за счет открытого API нашего продукта мы можем все те источники, которые у вас уже инвентаризированы, объединить в нашем каталоге и самое главное максимально быстро представить их конечному пользователю. Коллеги, пройдемся немножко дальше. Ну, перейдем уже к некоторым деталям, хотя там есть еще кое-какие вещи, которые рассказать, но это уже к кейсам, которые будут подобно рассказаны. Собственно, то, что мы уже с вами посмотрели, это каталог в самом начале, который представляет из себя карточки источников с определенными метриками. Есть метрики, которые находятся собственно из коробки преднастроенные, да, отвечающие за регулярность и время обновления, в соответствии с строгоисточником правилам качества, а правила качества очень гибко настраиваются внутри дата-каталога. То есть, грубо говоря, я могу настроить те правила, те референсные проверки, куда мне необходимо заглянуть, посмотреть, что эти данные не выпадают по тем, ведь что такое качество? Качество – это моя договоренность либо с IT-подразделением, да, либо моя договоренность с бизнес-областью о том, что данные критерии проверки данных соответствуют моим бизнес-потребностям. Собственно, гибкость настройки правил качества, они точно также являются достаточно мощным средством внутри, настраиваемым в режиме конструктора средством внутри дата-каталога. Следующая метрика, которая идет из коробки, это популярность. Точно также она настраиваемая в зависимости от того, что вы хотите понимать под популярностью. Активность использования, либо множественность использования в различных источниках, либо активность обсуждения, частота обсуждения данных источников внутри дата-каталога и так далее и тому подобное. И я говорю о тех метриках, которые из коробки выведены в дата-каталог. Вспомните, я говорил, что дата-каталог построен по принципу API-first. То есть на самом деле то, что мы видим, это только вершина айсберга. Вся его функциональность обвязана очень гибким API. Соответственно, я могу сформировать вот эти карточки в том виде, в котором это принято или наиболее подходящее в данных условиях для моей организации. Более того, я могу эти карточки вывести совершенно в другую свою систему. То есть за счет гибкости моего API я могу весь мой дата-каталог интегрировать, например, с моей CRM-системой, с тем, чтобы там для дата-стюартов в наглядном виде представлялась вся вот эта информация. Я могу очень гибко настроить вот этот workflow, то есть схему взаимодействия моих дата-инженеров, дата-стюардов, моих бизнес-пользователей по верификации и прохождению прохождения вот этих различных метрик, связанных с данными, между отдельными подразделениями. И точно таким же образом все эти моменты очень гибко настраиваются из коробки внутри самой системы. Следующий момент это уровни управления данными. Это тоже немаловажный фактор, потому что вот многие коллеги задают такой вопрос, хранит ли каталог у себя данные? Нет, каталог не хранит в себе данные. каталог предназначен для инвентаризации, профилирования, сбора информации об источнике, сбора информации об его актуальности, о его состоянии в режиме реального времени. В связи с этим различают несколько уровней управления данными. Для чего это сделано? Для того, чтобы не тащить данные, не создавать никакого промежуточного звена, ведь та система, которая хранит данные, видимо, она изначально придумывалась для того, чтобы максимально эффективно складывать, хранить и обрабатывать эти данные внутри себя. Собственно, задача каталога не забрать эти данные из этой системы, а просить систему посмотреть качество этих данных, сделать профилирование, посмотреть из каких источников какую трансформацию проходят эти данные внутри каждого источника перед тем, как они попадут в каталог в виде записи, наклеить туда различные, присвоить туда различные метрики и, собственно, в виде каталога, как мы каталог бумажный открываем, представить этот каталог в наглядном виде для конечного бизнес-пользователя. И вот тогда, когда говорят об уровнях управления данными внутри каталога, они отличаются только следующим. Если мы хотим иметь полный контроль над данными, а именно детальное качество, детальное прохождение данных через ETL трансформации и так далее и тому подобное, да, дата-каталогу придется подключиться к источнику, прогрузить эти данные, понять информацию об этих данных, а потом очистить те данные, которые он использовал для принятия той информации об этом источнике. Это полный уровень контроля над тем источником, который есть в вашей системе. Это относится, например, к каким-то, например, ну, серьезным, серьезным, да, бизнес-ценным витринам, за которыми необходим ежеминутный, да, реал-тайм, реал-тайм мониторинг. Собственно, это называется, так называемая, управляемая модель данных, когда дата-каталог в режиме реального времени отслеживает любые изменения, которые происходят внутри вашего источника. Но он, еще раз повторюсь, он не хранит данные этого источника в себе. Он просто хранит мета-информацию, подключение и метрики внутри своего каталога. Следующие два типа, да, регистрированный и так называемый простой доступ, адресный доступ к данным, это связано с источниками, которые в основном приходят из не структурированных баз данных. Из тех баз данных, где огромное количество записей, то есть там, где они исчисляются миллиардами и там, где, собственно, делать полное профилирование, нет необходимости. То есть, есть, например, необходимость поддерживать мета-информацию плюс бизнес-информацию, но нет, например, необходимости постоянно применять определенные бизнес-правила ко всему объему этих данных. Но при этом нам никто не запрещает, опять же, вы сами выбираете, с тем, то есть, вам просто необходимо в ваш кластер будет добавлять новые машинки с тем, чтобы они могли эффективно обслуживать тот или иной источник. Но, опять же, это все настраивается в зависимости от потребностей конечной бизнес-задачи. Но, тем не менее, мы предоставляем такую возможность с тем, чтобы на различных уровнях, в различных ипостасиях, соответственно, работать с этими источниками. Следующий этап, это источники и протоколы. На самом деле, каталог, он всеяден. То есть, мало того, что существует все, к чему там есть соединения, GDBC, коннекторы, коннекторы, вы знаете, то, что много систем, СААПовских систем, построены на обмене XML-файликами и так далее и так подобное. То есть, на самом деле, в данном случае наше преимущество заключается в двух разновидностях источников. Первый источник, но он для нас не особо актуален, это наиболее актуально для западных коллег, потому что у них в основном построены, еще работают мейнфреймы. Так вот, каталог позволяет в родном формате принимать мейнфрейманские источники этих систем. для нас наиболее актуальным и наиболее сейчас, так сказать, с тем, чтобы коллеги попробовали, что из себя представляет каталог, это возможность работать с так называемым QVD-слоем. Мы не только можем делать инвентаризацию нашего QVD-слоя, мы можем делать объединение этого QVD-слоя, мы можем делать так называемый self-service preparation, то есть готовить QVD-файлы внутри каталога, публиковать их самостоятельно, но самое главное, мы можем подключать наш репликатор, который напрямую из источника будет нам обновлять наш QVD-слой в режиме реального, ну, близком к режиму реального времени, с тем, чтобы ваше конечное приложение могло использовать этот QVD-слой. А еще самое главное, очень много вопросов заключается в том, многие компании выстраивают, с тем, чтобы осуществить быстрый выход к определенным показателям, они не заморачиваются с хранилищами, хранилищами, например, занимаются IT-подразделения, но, например, для какой-то пилотной области они начинают выстраивать так называемый QVD-слой, а вот дальше, когда они этот QVD-слой выстроят, у них возникает задача делиться накопленным QVD-слоем в другие системы, в их веб-сервисы, в их CRM-системы и так далее, и там подобное. И вот здесь, когда я говорил о работе с QVD-слоем, это не только для конечного пользователя, но и для тех систем потребителей вашего QVD-слоя, для которых это необходимо. То есть, так называемая интеграционная шина для QVD-слоя. Это, в общем-то, та ценность, которая является точечной и которая представлена только в нашем каталоге. коллеги, вот, собственно, это основная информация, которая связана с датакаталогом. Мне не хотелось бы, мне не хотелось бы, да, вот сейчас проводить такую техническую сессию. Я предлагаю провести другую техническую сессию, полностью пройтись по всем возможностям датакаталога, так как в зависимости от ролевой модели можно продемонстрировать возможности по интеграции различных источников, структурированных, не структурированных, в датакаталог, выстраивание иерархии домена данных, обогащение их метаинформацией из бизнес-голосариев, причем различных систем, как вручную, как дата-стюартами, так и в автоматизированном виде, которое приходит, например, из других систем, которые задействованы в вашем контуре так называемого управления данными, data governance. Модуль формирования задач в зависимости от вашей ролевой модели, с тем, чтобы вы могли посмотреть так называемый data lineage ваших моделей, с тем, чтобы провести абсолютно любые метрики сэмплирования тех данных, которые поставляются в вашем источнике, так как любая информация, связанная с моим источником, на самом деле доступна мне в быстром виде, в режиме описательной модели, в режиме тех связей, вот даже по QED-слою, кто является родительской таблицей, в каких взаимосвязях, в каких взаимосвязях, какие параметры используются для того или иного поля, посмотреть статистику по тем или иным позициям того или иного столбца. На самом деле возможностей огромное количество в этом каталоге в части формирования, наполнения и интеграции всех этих вещей. Следующий большой модуль, да, это вот так называемый prepare, тогда, когда вы можете готовить и отслеживать выполнение ваших так называемых, витрин данных. Следующий блок, тогда, когда вы пробрасываете ваши витрины, ваши источники в другие системы и настраиваете это в автоматизированном виде. Другая вкладочка, это модель, модель создания бизнес-правил и, собственно, привязки к ним ролевой модели. Ну и самый простой вариант, тот, который будет, возможно, вам интересен, это, собственно, публикация ваших источников, которые вне зависимости откуда пришли, из какого источника, публикация непосредственно в тех биосистемах, которые используются в вашей организации. При этом я могу опубликовать это как в новой системе, как преподготовить или напрямую прокинуть мое соединение в мое приложение в вашей биоэкосистеме Кликсенс. Не буду говорить про другие биоинструменты, но именно точно в таком же виде я пробрасываю свои данные внутрь моих, внутрь моих, внутрь моего приложения и тут же без перезагрузки у меня есть возможность работать со всеми моими источниками, которые находятся в моем датакаталоге. Вот, собственно, коллеги, это самое основное, что касается каталога данных, без погружения в технические детали, потому что я все-таки рассчитываю, если появится интерес, да, и вот по тем вопросам, которые вы сейчас зададите, подготовить именно ту демонстрацию, которая будет отражать вот эти вещи по реальным кейсам использования датакаталога. Почему? Потому что у нас на текущий момент уже есть успешные пилоты применения каталога, причем применение не просто связки с BI-системой, но и связки с другими информационными системами, которые получают информацию об источниках и в автоматическом режиме публикуют ее для конечного пользователя. Субтитры создавал DimaTorzok